Всем привет, ребята! Меня зовут Богатейший Ди. Сегодня мы обратим внимание на самые важные индикаторы биткоина. От новых людей, которые приходят на рынок, да в принципе самых существенных его показателей. Все говорят, мол, начался новый суперцикл, что надо покупать прямо сейчас и всё такое. Голова идёт кругом от количества сверхоптимистичных прогнозов, которые летят со всех сторон. И это не беспричинно. Так происходило исторически. Это прогноз, который предсказывает математика. И воспринимайте это как хотите. Но мне также очень сильно кажется, что в крипто-сообществе существует тенденция быть сверхмеры многословными. Мне неприятно это говорить, и я надеюсь, что этим я никого не обидел. Но я понимаю, почему так происходит. На самом деле понимаю. Мы все хотим, чтобы так было. Мы все хотим полететь на луну и волшебно разбогатеть от волшебных интернет денег. Мы уже это видели, а теперь хотим воплотить это снова. И сегодня я намеревался сделать слегка реалистичное видео, возможно даже с нотами негатива. Но когда я закончил писать текст, я вдруг понял, посмотрев сценарий, что сам себе противоречил. Давайте начнём с критиков и сомневающихся в будущем росте биткоина. С их аргументов и того, как сильно это всё не вяжется. Никакого хейтерства, только наблюдение. Не все из вас понимают, поэтому давайте объясню. Так выглядит синдром упущенной выгоды у розничных инвесторов. Это график новых еженедельных подписчиков. Например, этот график у Binance уже видел взрывной рост в 2017 году. То же самое с подписчиками твиттера Coinbase. Но с того самого взрывного момента график очень сильно упал и выровнялся. Знаете что, давайте наложим на это график цены эфириума и сделаем вывод. Очевидно, что эти новые люди очень сильно повлияли на цену эфириума. Люди всё говорят о том, насколько популярен оказался поисковый запрос Bitcoin Halving. Вообще-то это уже суперсобытие. Конечно же, оно будет самым искомым запросом по теме биткоина. Однако, куда более важный индикатор, количество просмотров страницы Bitcoin на Википедии находится у исторических низов. Посмотрите, каким взрывным ростом обозначился этот индикатор в 2017 году, когда биткоин достигал исторических рекордных цен. Поисковые запросы в гугле по биткоину сейчас растут, но они всё ещё ниже, чем в прошлом году. Хотя, возможно, скоро мы таки одолеем этот пик. И теперь мне задают вопрос, а как же ты, Ди, глядя на эти индикаторы, можешь оставаться позитивным по отношению к будущему цены биткоина? Что ж, все эти медвежьи нарративы упускают, по моему мнению, очень важный факт. А именно то, что биткоин снизу в 2018 году до вершины в 2019 увеличил цену примерно на 345%, без роста поисковых запросов и без появления новых подписчиков на Coinbase и Binance, аля новой крови на рынке. И знаете что? На данный момент биткоину нужно подняться всего лишь на 105%, что составляет около трети того, что он уже сделал, чтобы достичь новых рекордных максимумов своей цены. Существует аргумент, что этот рост был не органическим, а искусственно созданным некой финансовой пирамидой, поднявшей миллиарды долларов, которая называлась Plus Token. Даты и вправду совпадают. Их телодвижения начались 19 декабря, как раз тогда, когда биткоин в 2019 году оттолкнулся от Адена. Но на самом деле, все намного сложнее. Основатели этой понци-схемы уже продали много монет, которые у них были, а оставшаяся часть остается очень и очень рискованной, ведь они до сих пор бегают от властей. Мы не знаем наверняка, был ли этот памп результатом действий Plus Token, или все-таки это было какое-то бычье событие в истории биткоина. Но я не утверждаю, что биткоин с легкостью достигнет новых рекордных максимумов. Я хочу подчеркнуть, что если такой рост в 345% возможен без новой крови, то представьте, что будет с приходом новых людей на этот рынок. Или с созданием новой финансовой пирамиды а-ля Plus Token. Шучу, не хочу никаких пирамид. Но даже без этого биткоину сейчас стало намного легче расти, ведь давление крупнейших продавцов биткоина в лице майнеров ослабнет. Биткоин-халвинг завершен, майнеры теперь не будут являться самыми крупными продавцами биткоина. Такой вывод можно сделать, основываясь на графике доходов майнеров биткоина, который резко упал до значения декабря прошлого года. Также стоит учитывать и график объемов торговли биткоинами, которые растут, несмотря на падение доходов от майнинга. А теперь давайте взглянем на очень важный показатель, наверное, даже самый важный в истории биткоина. С ним могут поспорить только, наверное, ставки финансирования BitMEX. Вы должно быть поняли, это тезер. Их рыночная капитализация продолжает расти. Она устремилась вверх всего несколько недель назад, 29 марта. С 4,5 миллиардов долларов она выросла до 8,8. 29 марта, почему это важная и значимая дата? Биткоин в то время торговался около 6 тысяч долларов, а потом мы знаем, что произошло. Совпадение? Давайте сверимся с мнением эксперта. Брайан Квинливан, директор по маркетингу в социальных сетях провайдера данных криптовалюты Sentiment. Недавно в интервью Cointelegraph он сказал следующее. Большинство USDT не просто выводятся с бирж, чтобы храниться на кошельках или обналичить их с помощью фиатной платформы, такой как Coinbase. Когда люди не используют USDT, они чаще всего помещают их в биткоины. И что круто, так это тот факт, что этот процент USDT часто колеблется за несколько часов или дней до того, как цена биткоинов реагирует на него. Таким образом, заблаговременное отслеживание этого показателя может привести к огромным преимуществам, если вы уловите внезапное колебание достаточно рано. Никогда это не было так явно, как 8 октября 2018 года. Рыночная капитализация тезера упала с 2,8 миллиарда до 1,6 миллиарда к концу октября. Это очень значительное падение. И это падение капитализации тезера предшествовало огромному падению биткоина спустя несколько недель. А теперь вот, полюбуйтесь, недавний взрыв тезера, который поднялся с 6,3 миллиарда до 8,8 миллиарда. Это что-то около 40% роста. Рост рыночной капитализации тезера на 40% за 6 дней. В конце концов, тезер очень скоро обойдет XRP, который сейчас находится на позиции номер 3 в списке криптовалют. Самое интересное то, что даже не будет разницы, а используется ли тезер. Куча людей все равно настроится по бычьи просто... просто потому что. И я даже не собираюсь вступать в спор по поводу того, застрахованы ли они чем-то. В этом случае это почти не значит ничего. Биткоин отреагирует на это вне зависимости от этой ситуации. Без сомнения, это может быть одним из, если не самым важным техническим индикатором биткоина. Есть, однако, существенный минус. Тезер почти ничего не сделал, чтобы предупредить нас о почти 50% падении биткоина в марте. Спасибо большое, тезер! Рыночная капитализация в то время даже не колебалась. Из этого можно извлечь некоторый урок. Однако некоторые из лучших трейдеров говорят, что с графиками не спорят. Не обременяют их своими собственными мыслями, а просто смотрят на них и извлекают информацию. И если тот факт, что рыночная капитализация тезера не отреагировала, даже несмотря на 50% обвал биткоина, то, возможно, это признак того, что мартовский обвал этот был чрезмерным, необоснованным и неправильным. Переоцененный, если говорить профессионально. Не бывает безошибочных индикаторов. А президент Трамп тем временем снова давит на Джерома Пауэлла и ФРС, чтобы они сделали для экономики еще больше, чем они уже сделали до этого. Президент хотел бы, чтобы ФРС приняла отрицательные процентные ставки. Это значит, что банки должны платить проценты за удержание резервов. Теория эта заключается в том, что это будет стимулировать банки давать больше кредитов. Представляю, что будет, если этот законопроект пройдет, и Трамп не захочет его упразднять впоследствии. Но вряд ли он будет принят, возможно, это будет хорошая ситуация для всех классов активов, ведь наличные станут еще менее востребованными, чем обычно. Так что да, это в пользу биткоина. Но даже если этого не произойдет, то все равно биткоину будет хорошо. Ведь текущая денежно-кредитная политика является нестабильной и непредсказуемой, ведь политики пытаются динамически корректировать правила системы, чтобы соответствовать любым обстоятельствам. В резком контрасте с этим хаосом существует биткоин, где правила невозможно откорректировать, они не меняются. Экономическая политика является прописанной в его коде и не может быть раздутой или дефляцированной по указанию законодателей. По словам Кэмерона Винклеваса, инвестируя в биткоины, вы обеспечиваете мирную передачу власти от правительства к народу. В комментариях кто-то пишет, что не биткоин, а биткоин-СВ. Да уж, я надеюсь, когда-то эта гражданская война в биткоин-сообществе закончится. И напоследок стоит отметить последнее, финальное сообщение в крайнем блоке перед Халвингом, которое наверняка войдет в историю. Нью-Йорк Таймс 9 апреля 2020 года. Со своими инъекциями размером 2,3 триллиона долларов Федеральная резервная система намного превысила финансовые спасительные меры 2008 года. Да, это было вписано в блокчейн биткоина навсегда. И только ради этого и стоило создавать биткоин. Меня зовут Богатищий Ди. До скорого. Субтитры создавал DimaTorzok